Старые, ржавые, со спущенными колёсами, а порой и разбитыми стёклами, брошенные авто – не редкость для многих городов. Саров не стал исключением. Жители некоторых дворов месяцами, а то и годами наблюдают удручающую картину. Однако в силах жителей два раз вопадить вечно занятое парковочное место. Вопросом эвакуации брошенного и разокомплектованного автотранспорта занимается Департамент городского хозяйства. В данном случае у нас есть главный специалист, который занимается этим вопросом. Это Карамшева Екатерина Анатольевна. К ней можно обратиться и по телефону, в том числе 97729, в том числе различным другим образом, например, через электронную почту администрации или на сайт администрации, или через портал госуслуг, через портал обратной связи. Жителям важно понимать, что после обращения авто не исчезнется два раза несколько дней. Процедура признания транспорта брошенным и разокомплектованным займет время, рассказала Ольга Чапарина. Для этого Департамент формирует специальную комиссию, член которой в течение пяти рабочих дней выезжает на место, осматривает машину, фотографирует. Затем комиссия принимает решение, отнести авто к категории брошенных или нет. Далее в течение трех рабочих дней с момента принятия данного акта комиссия, в случае, если у нас собственник есть, но есть признаки того, что он отказался от автомобиля, размещается, уведомление ему направляется, в котором указывается о том, что в течение 20 дней он должен данное транспортное средство эвакуировать самостоятельно, переместить на специальное место хранения. Если владелец все же не объявится, авто эвакуируют на спецстоянку. У владельца забытого транспорта останется всего месяц, чтобы заявить о правах на собственность. В противном случае Департамент направит в суд пакет документов о признании авто без хозяина. Однако проводят такие процедуры только с машинами, которые попадают под категорию брошенных и разокомплектованных. А потому такие машины должны отвечать следующим признакам. Одним из признаков является то, что собственник бросил свой автомобиль, он от него каким-либо образом отказался. И также не может быть автомобиль эксплуатирован. То есть в том числе отсутствуют какие-либо агрегаты, детали, грязно в салоне, отсутствуют двери, колеса спущены. То есть и другие можно варианты перечислять. Это как раз таких моментов, по которым можно определить, что транспортное средство не может перемещаться. Сообщить о брошенном авто можно по номеру 97729. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.